Велосипед уже давно стал любимым средством передвижения самарца Алексея Басова. На нем парень добирается в любую точку города, объезжая пробки, не загрязняя окружающую среду, используя для здоровья. Алексей готов кататься на велосипеде сутками. Рассказывает, однажды совершил марш-бросок от Самары до Тольятти. На работу хожу пешком, но вот допустим, куда-нибудь отдохнуть, это естественно на велосипеде, по магазинам 100% на велике. Потому что и быстрее, и вообще удобнее. Это как бы можно и стресс снять, то есть надел наушники, включил любимую музыку и помчал. То есть едешь, отдыхаешь от работы, от каких-то там своих забот, проблем. 3 июня во всем мире отмечают День велосипеда. Этот вид транспорта пользуется популярностью уже 200 лет. Специалисты советуют выбирать железного друга тщательно, чтобы не выбросить деньги на ветер. В первую очередь учитывать такие факторы, как местность, по которой вы будете кататься, и манеру езды. Кроме того, важны вес и рост. Велосипеды бывают горные, трюковые, шоссейные и городские. Средняя стоимость велосипеда, если мы берем качественные бренды, это будут где-то начинаться взрослые от 35-37 тысяч. А подростковые где-то в районе 25-35 тысяч рублей. Шоссейные велосипеды, сегмент чуть подороже, будут начинаться где-то в районе от 90-95 тысяч рублей. Стоит отметить, что велосипед – это отличный пример экологичного городского транспорта. Нет выбросов, не требуются большие парковки, он достаточно мобилен, и на нем можно преодолевать большие расстояния. Кроме всего прочего, по словам медиков, тренировки на велосипеде помогают предупредить множество серьезных болезней, таких как проблемы с сердцем, диабет и рак. Это тот вид спорта, который дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это идеальная кардиотренировка. Эта тренировка укрепляет сосуды, укрепляет сердечную мышцу. Она прекрасно тренирует дыхательные объемы легких, укрепляет дыхательную мускулатуру. Это куча удовольствия, масса гормонов радости. Было недавно датское исследование, где было показано, что регулярная езда на велосипеде прибавляет человеку 14 месяцев жизни. Велоспорт не только поможет поддержать физическую форму, но и расслабиться и приятно провести время. Однако стоит помнить, что во время катания на велосипеде задействуется огромное количество мышц, что дает нагрузку на суставы. Поэтому существует и ряд противопоказаний. Например, воспаление суставов, проблемы с позвоночником, нарушенная работа вестибулярного аппарата или грыжа.